Добрый день, дорогие друзья! В эфире 12-й юридический ринг первого тура. И сегодня мы поговорим на тему приказное производство в судах общей юрисдикции. Действенный механизм или ненужный атрибут правосудия? Студенты российских вузов встречаются на площадке юридических дебатов, чтобы выяснить, что лучше, разумнее и справедливее для жизни общества. С вами Кирилл Данилов, московская коллегия адвокатов Альфа, юридический ринг. И сегодня у нас в гостях прекрасные участницы, и это последняя завершающая передача нашего первого тура. Тема тоже под стать передаче серьезная. Судебный приказ в судах общей юрисдикции «за» или «против». Не так давно этот институт у нас прижился в нашей процессуальной системе, но все время ведутся разговоры о том, а нужен ли он, оправдывает ли он ожидания, а может быть стоит от него отказаться, либо как-то модернизировать. Вот об этом сегодня мы и пообщаемся с моими гостями. Справа от меня находится Злата, она у нас не первый раз уже в гостях. Злата, здравствуйте. Здравствуйте, рада, что пригласили. Конечно, всегда рада, всегда. И слева от меня Мария. Мария у нас впервые, но я уверен, что она с легкостью освоится в нашей дружеской обстановке и сможет нас порадовать своей позицией. Ну что ж, впереди у нас первый раунд. Вот, напоминаю, что оппоненты спорят друг с другом по заявленной теме. И открывать первый раунд будет Злата, который расскажет, что такое судебный приказ, чем его едят и чем намазывают. Ну а также изложит свою позицию, собственно говоря, о том, стоит ли его сохранить, а может быть как-то модернизировать. В первом раунде участники представляют собственную позицию «за» или «против». Оппонент может задать вопрос, но отвечающий вправе отклонить его. Временной лимит – 5 минут. Ну что ж, Злата, тебе слово. Да, спасибо. Можно я ручку, кстати, у меня? Конечно. Что-то она пропала резко. Значит, начать хочу с того, что такое судебный приказ. Судебный приказ – это решение суда о взыскании денежных средств по бесспорным требованиям. Почему эти требования бесспорны? Потому что они все подтверждаются документально. И суд, смотря на все эти документы, выносит такой документ, судебный приказ, который является и исполнительным документом, по которому нарушенные права могут легко быть восстановлены. И я хочу начать с того, почему этот механизм очень эффективен. Во-первых, мне нравится то, что это очень быстрая процедура. Насколько мы знаем, после подачи заявления о выдаче судебного приказа, через 5 дней уже суд, проверяя все данные, выдает судебный приказ. И, значит, не нужно ждать долгих судебных заседаний, не нужно ждать другую сторону, которая часто может затягивать процесс. Таким образом, эта процедура становится эффективной. Также она очень проста в использовании, так скажем. Не нужно, как я ранее сказала, ждать, пока придут стороны, не нужно вызывать третьи лица, экспертов, ответчиков. Все подтверждается очень просто документально. Также мне нравится, что здесь сбалансированы интересы сторон. Если вдруг ответчик не согласен с тем, что был выдан судебный приказ, и что с него должны взыскать какие-то денежные средства, он может спокойно обжаловать судебный приказ, и он тут же будет отменен. Далее это все будет переходить в другие производства, в исковое. Возможно, стороны захотят заключить мировое соглашение. Вот. Еще нравится то, что экономят ресурсы. И денежные, и время, и нервы. Значит, насчет денежных ресурсов. Как всем известно, госпошлина там ниже, чем в исковом производстве, на 50%. Значит, что касается еще расходов, не нужно тратиться на представителя, не нужно тратить свое время, чтобы приехать в суд, потому что суд решает все это единолично, без приглашения сторон. Очень высокая исполнительная сила. Значит, после того, как выносится судебный приказ, и оповещается другая сторона, значит, истец, он идет к... Судебный приказ. Да-да, спасибо. Вылетел из главы. Людям в зеленых рубашках. К ним сам. Значит, идут к приставам. И со счета списываются средства денежные. Не нужно ждать долгие годы, пока тебе выдадут этот исполнительный лист и вся вот эта вот мутная процедура. Ну и, как сказали ранее, этот институт, он относительно молодой, 22 года существует, 2001 года, и уже сформировалась судебная статистика по этому вопросу. Например, в 2018 году около 45% решений были вынесены не в исковом производстве, а через судебный приказ. Мне кажется, это очень здорово сэкономило время у всех. Ну и мне кажется, что эта процедура, она достаточно безопасна, поскольку у другой стороны есть возможность обжаловать. Даже если пропущен был срок на возражение, всегда есть выход, чтобы этого избежать, чтобы обжаловать, чтобы защитить свое право. Вот. Мне кажется, время заканчивается, и мой монолог тоже подошел к концу. Спасибо, Злата. Позволь, пожалуйста, уточнить, правильно ли я понимаю, что ты предлагаешь оставить все в том виде, в каком есть, не внося каких-то корректировок, дополнений, уточнений. Ну, корректировки можно внести. Конечно, есть пробелы. Ну, я вышла за рекламу, я думала, я об этом позже скажу. Позже. Да нет, давайте в рамках первого раунда, если есть какие-то предложения, которые ты полагаешь необходимо отстоять, то очень коротко, тезисно обозначить. Ну, я знаю такую проблему о том, что суды выдают судебные приказы дольше, чем положено. Не в течение 10 дней высылают, а чуть позже. И не успевает ответчик обжаловать. Вот. Ну, я предлагаю усовершенствовать эту систему и больше использовать электронные системы, выдавать судебные приказы в электронном формате. Вот. И, наверное, нужно увеличить аппарат суда, да, суда, численность суда, чтобы не возникало таких проблем. Вот. Спасибо большое. Злата, время вышло. Есть вопрос, но уже по регламенту вышли немножечко. Это была Злата и ее позиция по поводу сохранения и легкой модернизации института судебного приказа. Единственное, я бы, наверное, отметил, Злата пояснила, что одним из плюсов этого института является отсутствие необходимости обращения к юристам, к адвокатам для, так сказать, получения судебного приказа. С одной стороны, конечно же, коллега адвоката Фальц согласна с этим, но рекомендует обращаться к услугам профессионального юриста, чтобы он правильно составил заявление о выдаче приказа в суд. Не забывайте об этом. Или об его отмеле, да, все верно. Так, ну что ж, Мария, есть что сказать по поводу судебного приказа и почему ты считаешь о том, что нужно уйти от этого института? Меня зовут Мария, мне уже представили. Я сегодня выступаю с своей позицией о том, что судебный приказ не совсем эффективный институт, и я считаю, что он должен быть отменен, упразднен. И стоит оставить все-таки дело о разрешении долгов, да, в частности. Не только, конечно, долговые обязательства там рассматриваются суда. Почему я так считаю? Я, наверное, начну с позиции Златы. Объясню, почему я не совсем считаю верную позицию. Про эффективность. Касаемо эффективности ты упомянула то, что это достаточно быстрая процедура. Я не считаю то, что это можно причислить к эффективности. Эффективность это скорее то, те результаты, которые мы имеем. По результатам, если ты знакомилась с татистикой, которую, я думаю, ты видела на сайте Верховного Суда Российской Федерации, она выставлена из судебного департамента, большинство приказов на данный момент отменяется. Поэтому об эффективности этого судопроизводства, назовем его так, судить не совсем верно. То есть эффективность это если бы было меньше отмены. Дальше, про сроки. Эффективность также я не считаю сроком. Почему? Быстрота не означает качество, и никогда так не было. Наоборот же, то, что все рассматривается быстрее, для меня выглядит более неправильно. Во-первых, нарушаются права человека, поскольку... Я сейчас обещаю, не переживаю. Защищать как-то себя в данном случае он не может. Про то, что все заверяется документально, я также считаю неверным. Могу привести... Как нарушаются права, если у другой стороны есть право на обжалование судебного приказа, и если он не согласен, судебный приказ, он отменяется, и все рассматривается уже... Я приведу себя прямо сейчас. Давай. Как нарушились права? Как раз-таки это произошло буквально две недели назад. Судебный участок 121. Здравствуйте. Судебный участок 121? Москва, Москвы? Да. Что произошло? Семья уплатила долг за коммунальные платежи. Произошло это в феврале. У них был долг, они его оплатили. В итоге, вот как раз-таки недавно, две недели назад, был списан долг по судебному приказу. Вопрос. Как это возможно, если это проверялось? Мы приходим к выводу, соответственно, что то, что это заверяется как-то и проверяется, это неправильно. Также нередки случаи, когда взыскатель, он увеличивает сумму, так как знает, что проверять ее не будут. Еще что можно сказать. Письменные расписки, которые можно у нас приводить, согласно статье из Гражданского кодекса, да, Гражданский кодекс, это письменные расписки. Письменные расписки это то, что можно поделать. С этим не раз сталкивались люди, когда судебные расписки поделывались. Касаемо эффективности. Также нередки случаи взыскания долга с, можно сказать, близнецами. Ну, их называют близнецами между нами, так, в судебной практике. Это люди, которые имеют одну фамилию и одно имя. Было даже разбирательство в этом плане. В итоге это вынес, постановление было вынесено, касаемо этого случая судебное. Пленум, по-моему, как раз-таки даже выносил. Касаемо того, что это действительно неправильно, в таком случае даже можно взыскивать за моральную компенсацию, что и было сделано человеком. Ну, естественно, его честь и достоинство опоручили как должника. Далее. Почему все-таки еще стоит отменять? Ограниченный срок действия, который, я считаю, тоже не доказывает эффективность. Действия на судебный приказ один год. Это вообще очень мало. За этот период невозможно полностью взыскать сумму. Понятно, что можно подать ходатайство о продлении и всякое такое, но чаще всего его не продлевают. Так как на законодательном уровне он уже определен. Ограниченная сумма тоже не говорит об эффективности. Ну, почему именно до 500 тысяч? Понятно, что дальше уже больше. Это является таким серьезным расходом. Однако у каждого свой определенный лимит. Для кого-то даже 22 тысячи, вот как раз-таки судебный участок, который списал, они оказались уже все. Ну, людям не на что жить. И в итоге это не имеет смысла, такое ограничение ни в арбитражных, ни в наших. В принципе, это говорит даже о том, что не имеет ограничения существования такого приказного производства. Отсутствие как таковой возможности подачи оспаривания. Да, ты сказала, что люди могут подать, но в установленные сроки. Далее, что мы имеем? У нас не может быть возможности контрриска, ну, встречного риска, да, как в случае с судебным разбирательством, ну, если мы в суде, по исковому. Также используют юридическую неграмотость людей, нарушение, опять же, прав. Почему? Срок исковой давности, который имеет любой долг, это три года, если я ошибаюсь, на данный момент, его не в судебном приказе. То есть по судебному приказу можно взыскивать долги, которые взыскать в суде, да, в районном уже не получится. Нередки случаи, когда человек не... Да, вот вопрос. Вопрос можно? А что значит нет контрриска? В любом случае, у любого человека есть право подать иск в суд, если он не согласен с каким-то из действий. А это... Может обжаловать, возразить, может дальше пойти. Я слышу возражения. А вопрос в чем? Что значит нет контрриска? Сейчас я поняла суть вопроса. Смотри, это будет уже продолжаться в рамках нового дела. Ты идешь в районный суд и обращаешься, прикладывая судебный приказ. Это происходит уже не на участке мирового судьи, поскольку не слушаются стороны, что является тоже неправильным. То есть я сижу с тобой, там может сейчас решаться вопрос, потом спишут с меня деньги или нет, и я даже об этом ни сном, ни духом. Я должна перепровнять там тот же сайт судебных приставов для того, чтобы это исключить. Это продолжается уже в рамках нового дела. И оно заводится и начинают судебные тяжбы. Так вопрос, а зачем нам был этот приказ? Зачем он нужен? Ну вот я просто бы обратилась в суд и все, пришла. Зачем мне приказ нужен был? Смотри, суть судебного приказа в том, что там бесспорные требования взыскиваются. То есть, допустим, вот взыскиваются алименты. Подтверждено отцов. Подожди пару секунд. Что значит бесспорные? Что ты подразумеваешь? Бесспорные. То есть, они доказываются очень легко и видно, что этот факт произошел. Я тебе привела примеры, когда нарушались. Когда бесспорным это считать нельзя. Документацию, ну то есть, она была нарушена, она не была доставлена в сроки, либо, ну, как в нашем случае, использовали старый долг и списали как бы по-новому. Вопрос, где она является бесспорной? Когда в сыске вздевают деньги? Я очень сильно избавляюсь, я вас прерываю. И, честно говоря, даже не хочется влезать в вашу дискуссию. На секунду, у нас здесь третий раунд. Да, можно переслить. В нем можно задать вопросы, получить на них ответы. И если вам ответ не понравится, дать еще один вопрос. Можно так? Да, даже можно так. Поэтому, поскольку у нас все-таки время регламента... Я еще не назвала, смотри, но я не успела. Не успели. Поскольку все-таки у нас время ограничено, вынужден Мария вас ограничить, прервать. И на этом, наверное, имеет смысл подвести... Не расстраивайтесь, есть еще три раунда. Подвести некие промежуточные итоги нашей игры. Итак, по итогам первого раунда с минимальным преимуществом у нас впереди Злата. 5 баллов. У Марии 4,5 балла. Но я так понял, что у нее еще там заготовлено... Ого-го! Сколько новых аргументов, которые не рассказывали. Краткое резюме. Что касается позиции Златы по поводу сохранения приказа. Все основные доводы, наверное, прозвучали, что действительно быстро, удобно, просто. Но не совсем я понял все-таки с точки зрения улучшений, что конкретно Злата предлагает для исправления ситуации с какими-то задержками и прочими. Такие проблемы есть с любыми судебными актами, не только с судебными приказами. Поэтому все-таки не совсем ясно. Что касается Марии, то здесь, наверное, те аргументы, которые я хотел услышать, просто она не успела сказать. И, наверное, я их услышу, поэтому не буду говорить, чтобы я назвал защиту ее позиции, дабы случайно не вмешаться в это противостояние. Поэтому здесь комментарий будет только такой, что не уложилось в регламент. Немножечко вот эти вот вопросы от Злата тебя сбили от своих мыслей, и ты аргументы не успела доложить. Ну и, наверное, не хватило немножко широты аргументации в том плане, что не было сравнения, например, с иными правовыми системами, семьями, как у них, там, где нет судебных приказов, там, где есть только очное разбирательство, какие из этого можно сделать выводы. Но я надеюсь, что во втором-третьем раундах девушки свою аргументацию в этой части усилят. Ну что ж, впереди второй раунд. Поехали? Да. А что во втором раунде? Во втором раунде участники представляют аргументированную критику позиции оппонента. Вопросы не принимаются. Временной лимит три минуты. Участники должны отбить как можно больше аргументов своего противника. И с вами снова судебный приказ. Раунд два, звук два. Вот что я говорю. Ну вы поняли. Раунд два. Критика позиции оппонента. Милые дамы, вы должны раскритиковать позицию своего оппонента ровно потому, что вы услышали в первом раунде. Сказать, почему он не прав и чем это подтверждается. Злата, вопросы есть? Нет. Отлично. Вопросов нет. Ну что ж, регламент три минуты. Желательно за него не вылезти. Мария, начинай. Так, мы закончили в прошлый раз как раз таки на теме контр-рысков. Я ее продолжу тогда уж, раз уж мы ее начали. Что я имела в виду, когда нельзя подать контр-рыск? Встречное исковое заявление подается в суд. Уже в районный, ну в наших случаях, да, а не конкретно в судебный участок. Соответственно, что мы имеем, судебный приказ в этом случае особо-то не нужен. Вопрос, зачем нужно это приказное производство. Вот, это первое. Дальше, про ограниченную сумму, про все остальное я сказала, ограниченный срок действия. Пока же тогда передам вопрос тебе. Может быть, ты задашь мне какой-то вопрос. Я еще подсоберусь и думаю потом тебе. И это был самый короткий второй раунд в истории нашей передачи. 43,54 секунды, господа, запишите это в своих блокнотиках. А, можно сейчас еще добавить? Я думаю, ей должно время дать. Я могу еще раздавать? у нас не вопрос, ты должна закритиковать мою позицию. У нас второй раунд, это критика позиции оппонента. А вопрос? У тебя есть целых три минуты, и ты можешь критиковать по полной три минуты? Так. Кажется, появились новые аргументы. Продолжаем. я что-то даже подрастерялась. Сейчас, пару секунд про это сказала, а про колопат. А вот это серьезный аргумент. Тогда, действительно, передам Злац, я сейчас не вспомню так сходу. Абсолютно. Ну что ж, Злац, давай, отжигай. Спасибо. Спасибо, что дали мне такую возможность. я так рада. Критика позиции. Значит, во-первых, я не услышала каких-то четких аргументов, почему не стоит применять судебный приказ. Он возникает только по бесспорным требованиям. Если есть какой-то спор о праве, все идет в исковое производство. эта система, она сделана, чтобы упростить работу суда. То есть, если не заплатил штраф, не заплатил налог, это бесспорно. И все, значит, органы, там, налоговые, обращаются в суд, чтобы взыскать деньги, которые должен, должник тавтологии, извините. Потом мне не понравилось про то, что ты сказала, и это неэффективно. Что включает в себе понятие эффективность? Это качество и скорость. Как можно вычеркнуть два вот этих вот качества? Быстрота процедуры, просто это все оформляется, и к тому же судебный приказ это в одном документе и исполнительный документ. То есть не нужно тратить время, ходить в суд, выпрашивать какие-то еще иные документы. Судебный приказ, почему он прост, почему его вообще ввели, чтобы можно было взыскивать небольшие суммы, вот как раз до 500 тысяч, то есть дальше это определено как бы у нас в законодательстве как особо крупный размер, если уголовное брать, да, а 500 тысяч это 500 тысяч. копейки. Ну не копейки, ну та сумма, которая каждый зарабатывает. Ну нет, ну не так сильно повредит, ну не последние эти деньги, даже если брать стоимость квартиры, квартира стоит 2 миллиона, да, ее там берут в оборот, полтора миллиона остается, ну я так рассуждаю. Вот, еще ты сказала такой момент, что не проверяют сумму. Ну, как не проверяют, у меня просто вот непонимание какое-то, что значит не проверяют. Предоставляются документы, в которых четко все прописывают, никто не взыскивает больше, чем положено. Вот, если возникает какой-то спор, они опять же идут в исковое производство. То есть есть споры, которые решаются без участия сторон, которые очевидны, и на них тратить время, мне кажется, нет смысла. Вот. Ну, в целом, не знаю, я как-то не увидела проблематики в твоей речи, в чем проблема, в чем проблема пойти в исковое производство, если другая сторона не согласна. То есть если нету, если должник, он согласен, что нарушил права и не спорит с этим, почему бы не использовать такую эффективную меру. Спасибо, Злата. Ну, что ж, второй раунд, раунд критики позади. Я сразу понял, что его очень добрые, милые, великодушные девушки, которые просто не хотят критиковать друг друга. считает излишним. Но если Мария просто покорила Настя своей краткостью, и реснички у меня зеленые в конце. И реснички мне конкуренции просто. Но это бесспорно. Вот, то Злата, конечно же, свой лимит выбрала, но, честно говоря, Злата не понял, почему не были разбиты главные аргументы Марии. Какие? Потому что я не услышала от нее каких-то отвалительных аргументов. Я с тобой полемику проводила по этому поводу. Они были, Мошенничество. Ты просто не хотела их слышать. Подделка документов. Нет, Я сказала про качество и быстроту. Ну и скорость. Про качество ты так и не ответила. Мы сказали, я сказала, что... У меня записано все, что говорила Мария, там было и про подделку. Она меня не слышала. Мировосприятие эффективность это качество и скорость. я тебе говорю, что качество нет. Ты мне говоришь, есть качество и скорость, значит, это эффективно. Вот скорость есть, значит, это эффективно. Ну, почему качество нет? Я тебе объяснила. Давайте вопрос с качеством оставим на третий раунд. Дамы и господа, наконец-то, раунд номер три, где девушки могут задать друг другу вопросы. У них очень много, что такое качество, что такое эффективность, качество умножить на эффективность. Ну, в общем, сейчас все сами услышите. Будет очень жарко. Злата, пожалуйста. И на всякий случай раунд номер два ничейный по одному баллу каждой девушке. Спасибо большое. Чтобы не менять диспозицию. В третьем раунде участники задают друг другу вопросы в БЛИЦ-формате. Временной ремит 15 секунд на вопрос, 30 секунд на ответ. От каждого максимум три вопроса. Либо они могут отказаться от вопросов и дополнить свою позицию, сказав реплику. Лимит 45 секунд. Раунд номер три. Поехали. Все-таки я не понимаю, почему ты считаешь, что судебный акт это неэффективная процедура? Что судебный акт? Ой, судебный приказ. Судебный акт это достаточно неэффективная процедура. Не надо. Судебный приказ нет. По следующим причинам. Во-первых, отсутствие сторон как таковых не вызываются. Стороны проводятся без слушаний. Это минус. Это определенный минус. Второй. Я не вижу качества. Я не вижу качества в подделке документов. Либо когда документы используются, которых срок уже прошел. То есть когда у нас ну как я тебе приводила пример с 121 участком, если ты еще помнишь. Ограниченный срок действия как таковой тоже нет для меня не качество. Где мы качество? Мы находим скорость, но нигде качество я так и не услышала. Ограничение суммы. Ну что уголовное производство? У нас судебные приказы если уголовное производство это в принципе отдельная уже тема. Я думаю трогать не будем. Это не мировые участки. В правовом поле понимаются суммы разделяются. Но я думаю тут не совсем верно обращаться к уголовному праву. Ну хорошо можно и административный кодекс взять там примерно так же распределяется крупный размер. Нам кодекса об административных правонарушениях не нужен. Нам КАС нужен конкретно. Это тоже уже. По КАС у нас вообще тогда проблема в том, что ты говоришь электронную уведомлять. Но что от этого поменять? Сколько у нас людей заходит на госслуги? Вот я последний раз честно скажу на госслугу было месяца два-три. А чья это проблема? Это разве проблема системы, а не человека, что он не заходит в эту систему? Мы нашли новую тему. Часто нужно заходить на госслужу. Нет, смотри, в смысле. Так можно говорить абсолютно обо всем. У тебя с бабушки спишут, допустим, тысяч пятьдесят, она не умеет пользоваться телефоном. Ты скажешь это ее проблема, это не моя проблема, она по болезни не смогла забросить в судебный проказ. Это не моя проблема. Так можно абсолютно обо всем сказать. Все-таки право должно быть для людей. И я думаю, как юристы, мы должны это понять, как адвокат в частности. Марион, да, услышали. Право для людей. Поэтому считаю очень неправильным выражением это ее проблема. Так можно про все сказать. Злата, второй вопрос. Второй вопрос. Либо напоминаю и даю Злате время подумать. Если вы хотите сказать новый довод, вы можете заменить вопрос на реплику. Злата, вопрос либо реплика. Я могу еще потом добавить? Или нет? Предлагаю ходить лошадью. Давай башню. Я всегда проще неплохо играть. Ну что, дадим немного времени подумать, а у нас никакой рекламы не будет. Слово предоставляется просто Марии. Мария. Итак, также хотела бы добавить касаемо того, что судебное производство, ну, по приказам, да, неэффективно из-за несвоевременного направления. Да, Злата уже ответила, как можно, конечно же, это решить. Ну, крайне своеобразной, конечно, позиции. Вот. Но также хотела бы сказать, что не велик или не долг тот день, когда, допустим, у нас КАС не успеет прийти. Допустим, у вас экспедиция суда не успела вовремя отправить, да, по счетовым направлениям, а у вас судебный приказ по КАСу. А КАС, он у нас сразу с момента назначения. И у вас срок идет, а судебный приказ он не отправлен. Мария, объясните нашей публике, что вы подразумеваете под словсочетанием КАС. Так. Забыла, как он расшифровывается. Кодекс административного судопроизводства. Судопроизводства, точно. Я слишком распоряживалась. Не надо переживать. У меня сбили таким вопросом. Такого я не ожидала, Слада. Я что ли? Я сбила. Что за помощь? Я считаю, она подсуживает. Кодекс административного судопроизводства, да. Я кодекс административных правосудопроизводства не вспомнила, а судопроизводства нет. Хорошо, Мария, следующая реплика. Или вопрос? И что спросить у Злата? Почему все-таки увеличивается количество отмененных судебных приказов? Потому что, еще раз повторяю, судебный приказ это сбалансированная система, при которой другая сторона, если она не согласна, она подает возражение и отменяется судебный приказ, дальше уже происходит спор о праве. Бывают такие ситуации, когда не нужно обжаловать это. Это все понятно. Вот. А хотела еще добавить, что-то так много мыслей. Злата, ответили на вопрос, да? И, Мария, последний вопрос, или реплика, что-то есть еще сказать? Сейчас, как исключить возможность того, что судебные приказы взыскиваются с однофамильцев или взыскиваются по документам, у которых истек срок давности, то есть, как было оплачено с 121-й, или же вообще по поддельным документам, распискам. Как мы с этим будем бороться в приказном производстве? В районных судах такое невозможно, а вот? Ну, насчет поддельных документов, мне кажется, это тоже достаточно легко решить. Суду можно предоставить возможность использовать ресурсы, запрашивать какие-то документы из органов, чтобы проверять качественные документы. Вот. Насчет, насчет, насчет чего еще ты спрашивала, напомни, пожалуйста. С тем, в том плане, что взыскивается с однофамильцев. А, с однофамильцев. Постановление было вынесено, вот как таковая проблема-то и не решилась. Ну, скорее всего, нужно усовершенствовать законодательство и добавить просто какие-то более серьезные критерии для для того, чтобы принимать судебные приказы. Вот. И что касается сроков, это тоже, ну, если есть такая потребность, то нужно вносить какой-то законопроект в Государственную Думу, чтобы менять законодательство. Делать это, усовершенствовать этот механизм. В целом, мне кажется, он действительно упрощает многим жизнь, и почему его нужно полностью искоренять из системы. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста. есть вопросы? Завершим. Давайте завершим. Там столько мыслей прозвучало, я совсем не согласна, я даже не знаю, за что зацепиться. Постепенно начинай. Я нет, не готова. Ну, значит, нет вопроса. Не готова. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Тогда, в общем-то, время подвести итоги третьего раунда. По итогам третьего раунда Мария набирает 2,5 балла. По итогам третьего раунда Злата набирает 2 балла. И счет сравнивается 8-8 по итогам трех раундов. Впереди нас ждет раунд номер 4, решающий. Вот тогда-то мы узнаем победителя и последнего участника, который пройдет во второй раунд. В четвертом раунде ведущий задает по одному вопросу каждому участнику. Правила простые, но дебаты у нас от этого не менее жаркие. Раунд номер 4. Очень непредсказуемая борьба, непредсказуемые раунды, непредсказуемые результаты. Девушки просто молодцы, но победитель у нас, к сожалению, только один. В раунде номер 4 я задам каждый из них по одному вопросу. От того, как они на него ответят и зависит, кто же победит. Злата, вопрос первый тебе. Ты у нас ратуешь за не только сохранение судебного приказа, но и некоторую доработку данного института. А вопрос у меня следующий. Как тебе, наверное, известно, основная проблема судебного приказа на практике заключается в том, что участились случаи мошенничества, связанные с подделкой документов и получением на основе подделанных документов в отношении ничего не подозревающих граждан судебных приказов, которые немедленно исполняются, блокируются счета, списываются денежные средства, и мошенники таким вот образом, собственно говоря, обогащаются и наживаются, и потом пропадают на территории нашей огромной Родины. И такая проблема, она, к сожалению, приняла массовый характер, насколько я знаю, особенно в нецентральных регионах, там, где у нас не настолько развито гражданское правосознание у людей, правовая культура, привычка залезать там на госуслуги, на сайты судебных приставов, и по прошествии полугода, года люди узнают, что у них было арестовано имущество, возможно, какое-то из них уже даже и было списано, денежные средства со счетов на основании вот таких вот непонятных судебных приказов. Люди, конечно же, идут их отменять, но вернуть деньги проблематично. Вопрос тебе, как стороннице судебных приказов, что делать-то, как исправить ситуацию? Ну, это вот пробел законодательства, который нужно решать, нужно усовершенствовать механизм механизм оповещения должника. Во-первых, должник, он как бы предполагает, за что он может, ему может прилететь, да, там, допустим, не оплатил свет вовремя, но он же все равно понимает, что за это должна быть какая-то ответственность. Ну, должны со своей стороны люди, граждане, должны отслеживать в любом случае и почту, на которую приходит оповещение о том, что вынесен судебный приказ. Вот, а также я предлагаю, чтобы в электронном формате все это происходило, и, ну, наверное, нужно повышать культуру правовую, да, проводить какие-то работы с гражданами, поскольку, ну, хорошо, мы вот сейчас устраним институт судебного приказа, но возникнет какой-то новый механизм мошенничества, да, мне кажется, нужно работать с населением в том числе. Так, что насчет судей, ну, да, не пропускают сроки, возможно, стоит увеличить срок на обжалование, это, конечно, немного уменьшит скорость, да, взыскания, и не взыскивать денежные средства, пока должник, пока, значит, точно не будут знать о том, что должник получил это оповещение. Вот, мне кажется, вот эти положения можно усовершенствовать, и тогда процедура станет более применимой в практике. более применимой, более безопасной. Более безопасной, да. Согласен с твоими предложениями, но есть, конечно, одна ремарка, огромное количество случаев, когда люди у нас зарегистрированы по одному адресу, а проживают совершенно по другому адресу, и, соответственно, не имеют возможности так или иначе проверять свою почту. Ну, вот электронный формат, мне кажется, сейчас все используют и бабушки, и у бабушек в любом случае есть молодое поколение, которые должны подсказывать, ну, надо как-то унифицировать эту всю систему. Хорошо, спасибо большое. Мария, вопрос вам, вопрос тебе. Не секрет, что судебный приказ и данный институт был введен в общем-то с одной единственной целью. Разгрузить судебную систему, которая завалена огромным количеством дел, жалоб, и ускорить процедуру судебного производства. Как на твой взгляд быть судебной системой, как и помочь, что делать, если убрать судебные приказы и обязать любые споры, даже на 10 тысяч, на 20 тысяч, бесспорные споры, где обе стороны подтверждают, например, наличие долга, но просто одна из сторон уклоняется по его возврату, и в этой ситуации придется назначать судебные заседания, повещать стороны, кто-то не явился, откладывать производство по делу, назначать снова, судья тратит время, помощник судей работает, все это очень сильно удлиняется. Как в случае, если мы говорим о запрете судебных приказов, как разгрузить судебную систему, как сделать правосудие быстрым и эффективным? Мне кажется, тут ответ один, это расширять саму судебную систему, которая существует на данный момент, именно районных судов, увеличивать количество зданий, увеличивать количество районных судов, в принципе, у нас большинство судей, ну, не судей, извиняюсь, судам, подсудно огромная территория, я думаю, это ни для кого не секрет, и это не совсем верно, вот, то есть нужно большее количество судов, в принципе, это решение поможет, как сказать, разгрузить всю судебную систему, то, что она завалена, это факт, да, но это не является нормой, вот, от этого нам и нужно бежать, и нужно бежать не такими способами, что у нас мошенники взыскивают по судебным приказам деньги, с бабушек, а почему-то молодое поколение должно, ну, то есть, я, допустим, не имею возможности, да, там, я живу вдали от бабушки, я не имею возможности перепроверять, помогать ей, и как-то унифицировать, ну, мне кажется, как-то это, ну, вообще ужасно, это что значит как-то, и это не обязанность человека, у него проблемы, что с него взыскивают мошенники, это вообще ужас, если такое вправе будет, ты приходишь, затем в суде, говорят, и как работник, собственно говоря, я считаю, что просто нужно увеличивать штат, у нас загружены суды по факту, потому что у нас очень большая текучка, к сожалению, вот, конечно, употребляются у нас сейчас меры, это сейчас и берут на работу без высшего образования, то есть, когда ты находишься в процессе его получения, ну, как у меня, да, в случае, но нас нужно расширять в том числе зарплату, это нужно сейчас действительно, как сказать, можно я сразу уточняющий вопрос, нужно увеличивать количество судов, нужно увеличивать количество судей, нужно увеличивать размер зарплаты, ты готова, что для этого необходимо поднять налоги, вести дополнительные сборы, и ты лично будешь платить за то, что судей станет больше? Я считаю, что мы можем взять из других отраслей, почему нет? Тот же, если мы обратимся к переработке мусора, на самом деле, эта тема, хоть она и такая, да, очень слизкая, на ней можно достаточно экономить, это факт, это факт, если наладить это в нашей стране за два года, то потом у нас появится дополнительный день, который мы и сможем, собственно говоря, как бы вливать, ну, распределять туда, где у нас и происходит на данный момент завалы, так же, что еще сказать, завалы, они даже не везде сейчас на данный момент, допустим, мы можем рассмотреть Сочи и Москву, вот вроде бы и то, и то большие города, но при этом Сочи, как мы знаем, в Сочи количество судебных тяж, судебных дел меньше, хотя вроде бы, там наоборот, туристы, туристические, а население Сочи и Москвы сопоставимо? Я понимаю это, но в некоторой промежутке там все-таки достаточно много, как сказать, людей, ну, вот как раз таки в периоды, когда у нас это, ну, курортов, отдых, отдых у нас из Москвы все выезжают, но при этом все равно в Москве дел больше, это в принципе, мне кажется, проблема идет от того, что у нас в Москве, она, ну, ее некоторые увлечают муравейникам, то есть слишком густый перенаселенный район, нам нужно в принципе, если мы в каком-то таком, да, уже глобальной, на глобальную темпу перешли, нам нужно в принципе заняться развитием страны, развитием городов отдельных, и одна из причин, ну, как не из причин, одно из средств увеличения и разрастания судебного аппарата, да, которого я так жажду, это уменьшение коррупции в стране, так что я считаю, можно найти пути, кто еще, тот всегда найдет, это не как-то, а как тот, спасибо, спасибо, к сожалению, мы так и не услышали, готова ли Мария платить в свой карман, да, Мария готова, Мария готова, услышали, она будет сквозь слезы, но готова платить, Мария, выписываю счет, сейчас организуем, так, ну что ж, четвертый раунд завершен, вопросы заданы, ответы получены, время подводить, итоги, это было сложное решение, претендентки сегодня были подготовлены, обе достойны выйти в следующий раунд нашей замечательной игры, но, к сожалению, победитель должен быть только один, и этим победителем становится с минимальным отрывом Мария, Мария была чуть-чуть убедительной, чуть-чуть более аргументированной, чуть-чуть больше использовала аргументов, ну, и чуть-чуть лучше ответила на мой вопрос в четвертом раунде, Злате немножко не хватило, не знаю, не хватило, может быть, даже где-то... Настойчивость. Настойчивость, искорки в глазах, настойчивость, уверенность в собственной позиции, и немножко больше конкретики. Когда предлагаешь, предлагай конкретно. Один плюс один равно два. Злата, спасибо тебе за участие, ты молодец, с тобой было очень приятно работать, приятно общаться и быть в одном кадре. С Марией мы не прощаемся, Мария выходит во второй тур, мы с ней еще увидимся, так что, Мария, спасибо за эту игру, спасибо за победу, и до встречи во втором туре. Ну, а вы, уважаемые телезрители, зрители, радиозрители, телеграм-зрители и прочие, кто нас сегодня смотрит. Спасибо за то, что вы с нами, спасибо, что вы подключаетесь к нашей передаче, подписывайтесь на наш канал, всегда с вами, ваша коллегия адвокатов Альфа, юридический ринг, и я, адвокат Кирилл Данилов. Не прощаюсь надолго, пока-пока, через неделю увидимся. Студенты юридических факультетов, желающие принять участие в нашем юридическом ринге, присылайте свои видео и визитки на адрес электронной почты, который вы видите на экране. Подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы и следите за новостями. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok